Мы из Киева. Мы добирались долго. Мы ехали сначала в Каню, были там несколько дней, потом были в Хмельницкой области и после этого приехали уже сюда. Тебе приходится горевать за жизнью, которая у тебя уже никогда не была. Жизнь, которая была, она закончилась. На самом деле это удивительно, как откликнулись молдаване, потому что все люди приходят, что-то кто-то приносит еду, кто-то приходит с лишним транспортом, люди приходят и говорят, мы готовы принимать семьи, деток и так далее. Есть места здесь, которые люди сильно устали, которые 3-4 сутки на таможне стояли, добираются, они просто очень уставшие, они говорят, дайте нам где-то поспать и тогда мы их принимаем здесь. В России. Пролетели в сентябре, пару месяцев назад. Ну, жили, работали. И вот квартира у нас там. И теперь как бы ждем, чтобы все окончилось. Я вот после этого на любой звук, а сразу просыпаюсь. Все, что вот даже он с нами спал в комнате, как только он прыгнул с кровати, я сразу просыпаюсь. Все, что. Любой звук уже страшно. Но в Канаду я думаю, что мы берем все пока, пока будем там, когда все окончится, но в итоге, когда все будет спокойно, надеемся, что мы вернемся. Поехали. 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 Как хочешь, чтобы поступали с тобой, так и ты поступай. Если бы весь мир жил бы только по одному этому принципу, только по одному принципу, у нас бы не было бы проблем в мире. Просто как хочешь, чтобы делали тебе, делай ты там. И все, простой золотой принцип. Продолжение следует...